В региональном следственном комитете проводится процессуальная проверка по факту смерти подростка в столице Верхнего Ужья. Предварительно установлено, что 11 мая в районе центрального стадиона города Твери подросток, катаясь на велосипеде, упался с него, получил травму головы и скончался на месте трагедии. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела, следователя-криминалиста, следственного управления и сотрудников полиции. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошена очевидца происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Этот лось, замеченный в Заворском районе Твери, посетил наш город в майские праздники. Жители многоэтажки специально открыли для лесного гостя ворота, чтобы он без ущерба для себя и припаркованных автомобилей покинул двор. По нашим данным, встреченные люди и само животное после его визита в город не пострадали. Практически ежегодно, в мае-начале июня, в Тверь наведываются сахаты. Июнь 2011 года. Архив патрульной службы. По информации жителей, животное металось между Суворовским училищем и улицей Бебеля. Здесь, у дома номер 27, сахатый попал в ловушку. Лось повредился автомобилем, где-то или врезался, или что-то там произошло. Там была у него травмирована нога. Это сослов охотоведов. То есть, да, там у него было. Он в частный сектор запрыгнул в огород и порвал себе живот, что-то еще там, ну, прыгая через забор, соответственно, да. И когда пытались уже его как бы усыпить, чтобы вывезти или помощь, уже нет, он стал огрызаться. То есть, агрессивно вел, и видно было, что у него были очень серьезные травмы уже, ну, несовместные жизни, можно сказать так. На место были вызваны охотоведы, которые приняли решение усыпить животное. В дикой природе ему неминуемо грозила гибель. Нас 8 человек, мы не могли его поднять. То есть, это здорово, килограмм, наверное, 300-350 бык. Вот, пришлось разбирать забор, так как бабушки старенькие живут, ну, соответственно, мы его и восстановили. Полдень 8 июня район станции Дорошиха в аварийно-спасательную службу позвонили прохожие. Уверяют, у металлического забора вдоль железной дороги своими глазами видели мечащегося лося. На поиски отправляемся вместе со спасателями. Вот он, неподвижно лежит возле забора. Неужели не выжил? Нет, мертвый, да. Мертвый уже? Нет дыхания. Да, вот у него, видишь, вот, вот, как раз вот этот врожок ему. Ой, бедный какой, как взрослый, да он? Нет, он прошлогодний, прошлогодний. У него мягкие рога только на теле расти, это прошлогодний. На место вызваны охотоведы. До их приезда спасатели решают, как из-под металлического забора извлечь тело животного. Один из выходов – демонтировать металлическую конструкцию. На это необходимо разрешение руководства железной дороги. Туда же звонят и прибывшие охотоведы. Как он попал, сложно сказать, а то, что погиб, мог погибнуть, скорее всего, от стресса. Вот видите, проехал поезд, а животное лежит за оградой, которую установила железная дорога. Просто в ней где-то есть бреши, и животные туда попадают. И потом, испугавшись поезда, погибают. Заход лесных обитателей в город – большая проблема. Пути миграции перекрыты. Так сахаты оказываются на оживлённых улицах. В эти дни у лосьих отёл, и они гонят прошлогоднюю молодёжь в самостоятельную жизнь. Так по неопытности бедолаги попадают в чужую для себя среду обитания. Судя по травмам, этот зверь уже бывал в городе. Ну что, Петрович, самую большую лопату. Отсюда. Решено сделать под забором подкоп, чтобы вытащить животное. Пока одни копают, другие чистят дорогу для проезда машины спасателей. Какова же дальнейшая судьба погибших лесных обитателей? Туши упавших животных, которые приходят, в данном случае перед вами лось полтора года, утилизируются. Для этого есть специальные биотермические ямы. Они находятся в ближайшие. Это Сахарова, это Александровка. Их много. Присутствие ветеринарного врача, или областного, или городского, вставляется акт, и происходит утилизация. Еще раз предупреждаем, лось в городе крайне опасен. Лось, когда заходит в город, он непредсказуем. Он носится, бывает, по детским садам, по школам, где зеленение есть. И просто может напугать людей и, не дай бог, кого-нибудь поранить. А подходить к ним вообще, когда они стоят, или кормить, нельзя. Нельзя. Просто нельзя, потому что животное может одним ударом копыта убить человека. Марс! В канун Дня Победы судебные приставы регионального управления службы судебных приставов в присутствии родных и близких приняли присягу. Церемония впервые прошла не в стенах управления, а на территории Мигаловского воинского захоронения Твери. Клятву на верность Родине, честное и добросовестное служение закону дали 10 вновь назначенных сотрудников управления. Вступая на службу в органы принудительного исполнения, присягая на верность народу, России, закону, торжественно клянусь. Почему выбрали такое время? Потому что мы понимаем, насколько важен этот праздник. Придать, чтобы наибольшую торжественность этому мероприятию, проводим присяги в преддверии 9 мая. В этом году выбрали мемориал, обычно проводили принятие присяги у нас на территории управления. В этом году решили все-таки еще изменить место, чтобы такое немножечко даже, не только даже торжественность, но было бы и понимание важности этого праздника. Почетные гости церемонии, члены Общественного совета при управлении и ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Афанасьев. Служите частым человеком и продолжайте сам расти по службе. Всего вам самого хорошего. Спасибо. Сступающий вас правильный. Ставь сруй. Есть. Фронтовик Иван Петрович Афанасьев для каждого принявшего присягу сотрудника нашел свои напутственные слова. Среди новобранцев судебные приставы исполнители, ведущие дознаватели и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Принятие присяги – это момент очень важный. Его принимают те, кто уже получил спецзвание, кто прошел испытательный срок, кто уже понимает, что такое служба, но, может быть, еще не до конца понял всю серьезность. И вот этот момент должен стать таким переломным, когда человек все уже понимает, что он в рядах нашей службы, он понимает те задачи, которые перед ним стоят. Я надеюсь, что все, что мы делаем, это в то же время и патриотическое воспитание, это будет влиять и в дальнейшем, то, что мы привлекаем детей всегда, сотрудников, чтобы они тоже обязательно участвовали в этом празднике, потому что это очень важно, пока живет память о подвиге нашего народа в наших сердцах. Принятие присяги – не только традиционное, обязательное мероприятие, но и знаменательное событие для человека, который служит России и закону. «Служу России! Служу закону!» Перед церемонией в изложении цветов к воинскому захоронению виновников торжества стихами о войне поздравили дети сотрудников управления.